Американский авианосец Джеральд Форд вышел из Норвегии и отправился на охоту. После нескольких дней отдыха, моряки готовы вновь приступить к боевому дежурству. За выходом самого большого в мире авианосца, с грустью наблюдали очевидцы, медленно провожая его взглядом. Огромный корабль отправляется в Арктику в Баренцево море, где около Мурманска, проведет военные учения. Для учений будут развернуты и другие корабли НАТО. А я напомню, что в Мурманске сосредоточена стратегическая российская авиация, состоящая из бомбардировщиков Ту-95, Ту-22 и Ту-160. Очень надеюсь, что во время учений будет выполняться имитация атаки на российские аэродромы, спусками ракет и все как положено. Россияне уже прошипели свое недовольство учениями около их границ, но России уже никто не боится. Ее кинжалы щелкаются как орешки, а войска УРФ закончились, и она не способна защитить даже Белгородскую область. В учениях примут участие около 150 самолетов, несколько кораблей во главе с авианосцем, и более 3000 военнослужащих из 14 стран НАТО. Как только Джеральд Форд вышел в море, он отключил транспондеры. И сейчас только визуально или со спутника можно определить его местоположение. Это последние координаты, на которых он был замечен. В Кремле с испугом отреагировали на учения авианосца в Баренцевом море, но противопоставить им нечего. Разве что российскому бункерному клоуну добавят пару чемоданов, чтобы было куда ходить от страха. Как говорится, пускай производят удобрения, ведь в Кению пообещали, и поставки срывать нельзя. А в Мурманске уже предупреждают, что во время учений США, может срабатывать воздушная тревога. Россияне опасаются, что под видом учений, американцы могут предпринять внезапную атаку.